здравствуйте в этом видео мы хотим поделиться секретами идеального ремонта а именно как собственными руками сделать полу ровную с помощью нового наливного пола основе scarline fk45r с усиленной формулой он стал прочнее за счет цементной основы и добавленному фиброволокну наливной полос на вид scarline fk45r предназначен для финишного ураняя основания слоем от 2 до 100 миллиметров в жилых и офисных помещениях с последующей укладкой отделочного материала подходит для использования как сухих так и во влажных помещениях рекомендуется нанесение на бетонные и цементно-песчане основания для нанесения нашего продукта вам необходимо игольчатый валик профессиональный миксер для размешивания раствора и емкости все инструменты обязательно должен быть чистыми перед заливкой наливного пола обязательно проложите краевую демпферную ленту ширина демпферной ленты выбирается в зависимости от толщины наливного пола перед нанесением наливного пола нам необходимо подготовить основание убрать все крупные и мелкие частицы а также шаби с пылью обязательно очищенное основание обработать и грунтом основе только люкс 1 а в один или несколько своем грунтование улучшает растекаемость наливного пола и высыпление с основания для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпаем в емкость чистой водой из-за расчета 1 килограмм сухой смеси на 350 370 миллилитров чистой воды и перемешиваем до образования однородной массы для приготовления раствора обязательно ознакомьтесь с инструкцией на обратной стороне мешка не допускайте перелива воды излишек приводит к рассвоению раствора снижению прочности увеличению времени высыхания а также являются основной причиной появление трещин после перемешивания раствора необходимо выдержать технологическую паузу 5 минут его жизнедеятельность с момента затворения водой составляет 40 минут при повышении вязкости необходимо перемешать без добавления воды с помощью машины или вручную приготовленный раствор выливаем на подготовленное основание с таким расчетом чтобы толщина конечного слоя была в пределах от 2 до 100 миллиметров рассор распределяем по поверхности при помощи удобного вам инструмента стальной гладилки ракли или правила и сразу же прокатываем игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха образующихся во время перемешивания раствора кстати заметьте раствор имеется рецепт это означает что на цементной основе его прочность очень высока 20 мегапаскаль стоит обратить внимание на температуру в ремонтируемом помещении она должна быть не ниже 5 и не выше 30 градусов оставляем поверхность пола на 4 часа по истечении этого времени основание пригодна для хождения при заливке площади более 10 квадратных метров рекомендуем прорезать деформационные швы на верхний слой материала с помощью угловой шлифовальной машины деформационные швы должны быть расположены между собой во взаимно перпендикулярных направлениях имеет соотношение сторон от 1 к 1 до 1 полутора перед укладкой напольного декоративного покрытия прорезанные швы заполняет подходящим материалом для расшивки швов после окончания работ необходимо поверхность защитить от истирания для этого мы укрываем ее пленкой или грунтуем основе комплекс lp 51 а керамическую или каменную плитку можно укладывать через трое суток паркет линолеум ламинат ковролит деревянные полы пробковое покрытие не ранее чем через семь суток окончательная прочность достигается на 28 сутки эксплуатация системы теплый пол возможно только после этого срока наливной пол основе с carline fk 45 это качественная и прочная основа вашего ремонта если хотите ознакомиться с дополнительными советами и инструкциями заходите и подписывайтесь на наш канал основе твитум